Начнем с символичной надписи «Наш наркотик-спорт». Калининград, как приграничная зона, а также зона, через которую шла эмиграция, как говорят, эмиграция немцев из Поволжья и Казахстана в ФРГ, стал одним из самых наркожечных городов России. Сейчас мы подходим к бывшей кирхе, она называется «Охонарт» на карте. Но она, конечно, имела несколько другое название при немцах. Это ветеранская кирха, видимо, переделанная из католического собора. Сейчас это храм Рождества Богородицы. Соответственно, Калининградская епархия в московской патриархии, русской православной церкви. Будем себя вести здесь аккуратно, осторожно. Это явление этой церкви, оно характерно для Калининградской области, где на основе бывших немецких кирх были не возведены, а устроены наши православные храмы. В этом храме крестились мои близкие. Сам я крещён в другом месте. Вот это вот остатки. Ну, даже не то, что остатки, это достаточно оставшееся немецкое бомбоубежище. И в Калининграде тоже достаточно много. Поднимемся, посмотрим. Вот, они замурованы сейчас, заделаны. Вот, но... Раньше, длительное время, они были открыты. Собственно говоря, по ним пацаны всегда лазили. Я не составлял исключения, но я лазил по бомбоубежище своего центрального района. Это вот башня, так сказать, такой для воздуха. Как правило, бомбоубежища были засажены каштанами или дубами. Это клён. Вот второй выход из бомбоубежища. Они имеют, как правило, два входа-выхода. Вот, а это храм Богородицы с Богом. Это улица маршала авиации Новикова, если я не ошибаюсь. Вот такой этот храм. Сейчас засниму немножечко себя в тени, пока передвигаюсь. Ну, опять же, много интересного я тут рассказать не могу, к сожалению. Вот, но у каждого дома есть, наверное, какая-то своя номинальная история. Вот, которой он может или гордиться, или наоборот. Каких-то показательных зданий в этом районе я не знаю. Собственно говоря, это был жилой район. Ну, вот, солнце опять начинает давать о себе знать. Киевское, дом 77. Ну, такой дом находится в полуреставрируемом каком-то состоянии, как многие года. Ой, как многие дома Калининграда. Перейдём на ту сторону. Вот здесь вот сейчас находится лечебница или больница. Раньше здесь был Собес Балтийского района. Вот как выглядят эти дома сейчас. Все, вот такой тут уютненький достаточно вид. Если бы, так сказать, не его запущенность, и определённая, что ли, такая неправильная модернизация и восстановление. Вот этот дом совершенно не вписывается в эту картину. Это просто бетонная коробка, такая тупая, как это говорят. Стилизованная под форму немецкого дома. Вот это склады ТСП. Здесь телевизоры для Балтийского флота раньше выдавали. Что сейчас выдают, я не знаю. Наверное, ничего уже не выдают. ТСП. Это улица Беговая. Она такая небольшая улочка. Сейчас пройдём немножко подальше. Приближаемся к рынку постепенно. Вот за этим домом вот уже торчат краны. Вот. И через, наверное, не очень длинное время здесь появится, наверное, какое-то строение. Я думал, что строение будет всё-таки достаточно высокое. И это место, так сказать, уже не будет выглядеть так, как я его сейчас снимаю на видео. И как я много раз снимал его на фотографии. Вот. Калининград является 39 регионом, поэтому номера машин здесь 39. В свое время, когда не были введены какие-то там грабительские пошлины на увоз машин, очень много машин с 39 регионом было в Москве. Перегоняли из Германии и из других стран Западной Европы в Калининградскую область. И, в общем-то, это был неплохой бизнес для людей. И Калининградцы, наверное, одна из самых обеспеченных машинами часть населения России. Но за счет того, что все-таки покупают по достаточно низким ценам. Говорить о каком-то богатстве калининградцев не приходится. Люди здесь не сказали бы, что очень богатые. Наверное, не богаче, но и не беднее, чем в России во всей. Но, тем не менее, работать здесь особенно-то негде. Морской банк. Тоже здание такое таинственное. Я там был всего один раз, и то они не сделали то, чего мне хотелось. Ну, вот магазин книги. Раньше здесь действительно был книжный магазин, а потом он все начал, дошел до уровня канцелярщины такой. И вот изготовление там ксерокопий. Измельчал. Наверное, калининградцы не очень любят читать книжки. Потому что один из центральных магазинов, книжных магазинов Калининграда тоже сейчас был притеснен, ужат и перенесен в другое место. Сейчас опять сделаем небольшую паузу, потому что время натикало уже много. Девять минут примерно идет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.